Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вестечь у Ваши». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 2 ноября. В следующем году в республике заменят 96 лифтов в 45 многоквартирных домах. Модернизация коснется 20 домов в Чебоксарах и 25 в Новочебоксарске. Работы будут осуществляться за счет республиканского и местных бюджетов, а также на взносы собственников помещений на капремонт. Всего на эти цели предусмотрено порядка 300 миллионов рублей. По словам руководителя регионального минстроя Михаила Коляды, с каждым годом темпы замены лифтового оборудования наращиваются. Так в республике в 2023 обновили 88 лифтов в 20 многоквартирных домах. В заложье посреди леса появится глэмпинг. Напомню, в рамках нацпроекта по развитию туризма несколько заявок от республики получили федеральные гранты на создание модульных отелей. В Министерстве экономического развития показали, как будет выглядеть будущая база отдыха. Предполагается, что это будет 21 дом с панорамными видами на Логу. Гости смогут также отдохнуть в банном комплексе и посмотреть фильмы в кинотеатре под открытым небом. Кроме того, здесь появятся детские игровые площадки, причал и марина для маломерных судов. Кстати, посещать глэмпинг можно будет в любое время года. 4 ноября во всех регионах страны пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году она приурочена ко Дню народного единства и проходит по девизам «Россия объединяет». Свою программу представил и объединение библиотек города Чебоксары. Уже сегодня специалисты будут знакомить посетителей с разными видами искусств. На территории библиотек появится множество площадок – театральная, творческая, музыкальная, художественная, выставочная. Здесь пройдут концерты, арт-терапевтические мастер-классы, выставки рисунков, викторины, спектакли. Перед участниками выступят профессиональные творческие коллективы, воспитанники музыкальных школ, студенты Института культуры и искусств. Одним из ярких событий ночи станет телемост юных читателей детской библиотеки имени Хрисана Степанова и одной из сельских библиотек Якутии. Дети обменяются рассказами о малой родине. Также юных чебоксарцев познакомят с культурными традициями народов, проживающих на территории Чувашии. В наших библиотеках, городских библиотеках, очень активно реализуется пушкинская карта. По пушкинской карте будет проходить мероприятие, связанное с литературой. Ведь литература – это тоже творчество. И узнать о творчестве в такой игровой форме игры, форме квеста, творчестве как российских, так и зарубежных писателей, поэтов. В конце концов, и сказки тоже здесь представлены. До Нового года осталось 60 дней. Самое время начать готовиться к празднику. Подумать о подарках, нарядах, об оформлении новогоднего стола. В Русском драматическом театре подготовка идет полным ходом. 22 декабря там состоится премьера сказки детектива «Бабы Яги» и «Новый год». Она будет красочная, она будет с элементами чуда, она будет волшебная, по крайней мере, я в это верю и надеюсь. Она будет энергичная, она будет задорная, она будет веселая, она будет увлекательная. Мы попытаемся как-то... Ладно, раскроем. У нас будет очень много снега в спектакле. Очень много снега. Он будет отовсюду. Сказка интерактивная. Маленькие зрители помогут главным героям искать Деда Мороза противостоять кощей и узнать тайны, которые хранят «Бабы Яги». А главное – спасти Новый год. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова